Нейронные связи и мышление Давайте поговорим с вами о том, как устроен наш мозг, о шаблонах мышления и убеждениях. Я отступлю от темы этой книги для более глубокого понимания устройства нашего мозга и мира. Даже если вы не поймете эту главу, ничего страшного. Она никак не повлияет на то, станете вы некурящим или продолжите курить. Если вырезать этот кусок из книги, она не потеряет своей актуальности. Но я люблю взрывать мозг, поэтому напишу об этом. Писать книги стильно, правильно, по всем законам жанра, совсем не мой конек. Мне нравится рвать шаблоны и делать вид, что мы просто разговариваем на кухне. Если вам не зайдет эта глава, просто пропустите ее. Но прошу вас, не бросайте чтение. Дальше будет намного понятнее. С этой главой вы глубже осознаете все, что я буду описывать впоследствии. Я попытаюсь максимально понятно изложить эту очень непростую тему. Итак, наш мозг все время хитро сплетает нейронные связи, наши мысли, в узлы убеждений, в некие солитоны. Это условно крепкие конструкции, по которым бегают нервные импульсы, электричество. Для сохранения жизнеспособности эти нейронные связи должны подпитывать себя энергией. Система должна быть крепкой и замкнутой, чтобы ее невозможно было разрушить. И она будет требовать нашего внимания, чтобы мы подпитывали ее своей энергией. Солитон или система нейронных связей – это какое-то наше убеждение, вера во что-то. Это некий шаблон и образ, которому мы следуем. Представьте беспрерывный бег электричества по кругу этой связи. Нейронная сцепка становится крепче и крепче, когда мы убеждаемся в прочности своей мысли. Солитон не может позволить себя разрушить и все время подкидывает мысль, чтобы мы в нее верили. Каждая попытка в нее верить укрепляет эту связь, делая ее более устойчивой, более нерушимой. Наше внимание и вера в это убеждение делает солитон живучим, как никогда. Если наше убеждение начинает ослабевать, мы перестаем давать импульс, энергию для жизни этому убеждению. Начинается сопротивление этого участка. Он уберегает себя от разрушения. Тогда он снова подкидывает мысли, чтобы мы обращали внимание и убеждались в своем устойчивом мнении, укрепляя эту связь. В реалиях жизни начинаются точно такие же сопротивления. Мы подкидываем себе события, чтобы убедить себя продолжать в это верить. Наш мозг развивается с невероятной скоростью — 400 миллиардов отростков в секунду. Каждый отросток — это мысль, и каждый отросток дает энергию, проецируя электромагнитную волну. Он буквально фотонами, частичками света, собирает изображения вокруг нас. Иными словами, строит мир. Все, что мы наблюдаем вокруг себя, весь этот мир — это проекция нашего мозга. В такое сложно поверить. Все это взято из квантовой механики и научно обосновано. Эти факты — главное рабочее подтверждение ученых, среди которых Эйнштейн, Белл, Шредингер, Паули и многие другие. И я даже не сомневаюсь в этом, так как являюсь фанатом квантовой механики. Дело вот в чем. Мысль проецирует в нашем мозгу какое-то чувство. Оно складывается в образ. Мозг принимает решение, и внешняя реальность его подтверждает. Каждый раз солитоны — крепкие нейронные связи образовавшегося убеждения для того, чтобы жить, подпитывают нас мыслями и образами. Мы обращаем внимание на эти образы и подтверждаем их в реальности, давая тем самым энергию продолжать жить этому солитону. Если мы встречаем новую информацию, отличную от нашего убеждения, то получаем внутреннее сопротивление, начинаем кипеть от злости. У нас скачет адреналин, пульс, кровяное давление. Эта устойчивая нейронная связь начинает с нами войну с большим выбросом энергии в свою защиту. Это нужно, чтобы мы ни в коем случае не разрушили свое убеждение. Когда я дойду до примера с сигаретами, станет более-менее понятно. Сейчас у вас уже наверняка жесточайшее сопротивление на новую информацию, ведь ваши убеждения таковы. Что? Мозг? Строит? Мир вокруг нас? Да ладно, не может быть. В данный момент те отделы участков мозга, которые убеждены в обратном, начинают атаку и строят мир так, чтобы склонить нас не разрушать убеждения, чтобы мы могли снова подтвердить свою старую правду. Поэтому у нас всегда идет огромное сопротивление на новое, на перемены. Мы будем держаться за свою правду до конца, даже не понимая, что она совсем уже нелогичная, не удовлетворяет. Это, правда, не нравится, но я же убежден. Но помните, это мозг, это ваши шаблоны мышления. Те идеи, которые образовали крепкие нейронные связи, бунтуют. Для их разрушения придется себя ломать, но это не самая выгодная позиция, зачастую нерабочая, так как придется пережить очень много стресса, которому будет трудно сопротивляться. В конце концов, борьба с самим собой всегда порождает бесконечную борьбу, что может закончиться ничем. Но есть выход. Мы можем мягко перестраивать в новые связи свои шаблоны мышления, убеждения. И запомните, какое бы убеждение в нашей голове ни было, оно проецирует картину мира, чтобы подтвердить это убеждение. Чем больше мы убеждаемся в этой правде, тем крепче эта связь становится. На этом принципе основаны все мои курсы, связанные с финансами, работой, здоровьем, исполнением желаний, решением любых проблем, так как все, что мы видим вокруг, это проекция нашего мышления. Проекция реальности подтверждает правоту наших убеждений, чтобы мы делали крепче наш мозг, и он жил. Любая правда, она самоподтверждающаяся. Наверняка вы много раз слышали, во что верите, то и получаете. Мы видим мир определенным образом, реагируем на него, убеждаясь в этой правоте, которую увидели. Солитону это и нужно, подпитать себя энергией для жизнедеятельности. Связь становится крепче, более устойчивой, и снова нам подкидывает мысли и образы, чтобы мы в них убедились. Мы должны все время подпитывать своим вниманием свои же убеждения. Отсюда следует. Мы видим мир вокруг таким, какие убеждения в нашей голове, какая правда в нашей голове. Я могла вас окончательно запутать и утомить, так как мне не свойственно рассказывать структурно, и мой язык похож на инопланетянский. Я все-таки попробовала это вам сказать, а там, как знаете. Я буду очень рада, если вы это когда-нибудь поймете. Но с этой несуразной главой вы можете более глубоко понять убеждения с сигаретами. Давайте уже поговорим о них. Отказ от курения или никогда не бросайте курить. Это не шутка. Отказ от курения чреват тем, что вы не сможете бросить курить. К тому же, курение — это всего лишь следствие, у которого есть причины. И чем больше вы пытаетесь бросить курить, чем больше делали попыток, тем меньше шансов стать некурящим. Потому что после каждой попытки, начиная прикуривать сигарету, вы опять убеждаетесь снова и снова, что это невозможно. Много попыток бросить ничем не закончились. Вы начинали снова. Так нейронная связь просто начинает быть настолько каменно устойчивой, что она не позволит вам разрушить себя. Вы убедились множество раз, что это невозможно. Даже если вы начнете сейчас читать мантру «это возможно, это возможно», произнесете ее тысячу раз, это не подействует. У вас есть очень устойчивое убеждение, основанное на знании и опыте, подтвержденное в реальности. Переубеждать себя зубрежкой слов неэффективно. Эта связь в вашем мозгу не даст себя разрушить. Она сделает все возможное, чтобы бесконечно вас убеждать в невозможности. Еще раз вдумайтесь. Каждый раз, когда после завязки вы снова начинаете курить, вы понимаете, что это невозможно, и убеждение становится крепче. Или у вас есть убеждение, что это сложно, и оно становится крепче. Еще у вас есть убеждение, что вам нравится курить, что курение снимает стресс, что оно помогает вам радоваться жизни. прямо курите и радуетесь, улыбаетесь. Ага, у вас много этих убеждений, и наш мозг все время будет проецировать реальность такой, чтобы мы в это без всяких сомнений верили и убеждались в безоговорочной правде. Запомните такую вещь. Это очень важно. Не реальность убеждает нас в правде, когда увидели и поверили. Нет. Сначала мы решаем верить какой-то мысли. Только потом мозг выстраивает подтверждение в реальном мире, чтобы мы убедились в этом, и наша мысль окрепла. Это одна из подтвержденных научными исследованиями функций человеческого мозга. И сейчас у вас есть возможность мягко и без борьбы осознать все ваши убеждения, а дальше плавно подвести себя к новому мышлению, с другой проекцией реальности, где вы уже не курящий человек. Никакой борьбы с курением. Нам ничего не нужно бросать. Мы ничего не будем лишаться. Ведь курение – это следствие. Ну, бессмысленно же решать вопросы с курением. У курения есть причины. И мы разберемся с причинами того, что вызывает это курение. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...